Здравствуйте, гости и подписчики нашего канала! Сегодня мы поговорим о новообразовании молочных желез у животных. Если у вас возникнут какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Опухоли молочных желез у собак и кошек составляют более половины всех опухолей. Как правило, они регистрируются у животных старше 6-7 лет. Для собак это возраст 7-8 лет, а у кошек после 10. Чаще на задних 4-5 паре молочных пакетов, которые наиболее активны в функциональном отношении. Однако бывают случаи заболевания и в более молодом возрасте. Причины развития опухолей молочной железы разнообразны. Однако одной из основных причин, способствующих развитию опухолей, является длительное гормональное нарушение с повышением уровня эстрогена в организме. Постоянная ложная щенность, псевдолактация, отсутствие вязок и естественного вскармливания являются факторами, которые стимулируют появление опухолей. Опухоли молочных желез могут развиваться при частом и необоснованном применении гормональных препаратов. Например, после применения препаратов, подавляющих половую охоту. Действие всех подобных препаратов основано на коррекции гормонального фона животного и обладает ярко выраженными побочными эффектами. И не только в отношении молочных железы. Очень часто возникают кисты яичников, эндометриты, гнойное воспаление матки. Бытует мнение, что применение подобных препаратов один-два раза не приносит вреда. Однако это далеко не так. На первый взгляд, все в порядке. Но возникающие в этот момент проблемы становятся видны не сразу. Иногда даже через несколько лет. Считается, что 90% опухоли в молочной железе у кошек имеют злокачественную природу. Для собак статистика немного лучше. У них до 60% злокачественных процессов и 40% доброкачественных. Неблагоприятным фактором, который говорит о агрессивном поведении опухолей и необходимости скорейшего вмешательства, является быстрый рост опухоли, воспаление, появление язвы. Если это образование начинает беспокоить животные. Клинические опухоли молочной железы выглядят разнообразно. От небольшого уплотнения до обширного, бесформенного, неподвижного и образования с прорастанием в окружающие ткани. Имеется прямая зависимость внешнего проявления опухолей от доброкачественности и злокачественного процесса. Обычная локализация у сук приходится на последние молочные железы. У кошек на первые и средние. Развитие опухоли включает в себя 4 стадии. Первая это умеренный рост и уплотнение опухолевого процесса после очередной течки или ложной беременности. Вторая стадия это незначительное увеличение региональных лимфоузлов. Третья это прорастание опухоли в окружающие ткани, вследствие чего она становится неподвижной. Кожа, укрывающая опухоль, теряет волосяной покров, становится напряженной, покрасневшей и болезненной. Животные начинают интенсивно разлизывать опухоль. Четвертая стадия это искудание, потеря аппетита, жажда, атаксия, кашель, признак метастазирования опухоли во внутренние органы. Полная диагностика заболевания включает проведение клинических, инструментальных и лабораторных исследований. Основным методом окончательной диагностики опухоли молочной железы является лабораторный, который заключается в проведении биопсии, которая позволяет определить природу опухоли. Лечение опухоли может быть хирургическим, химиотерапевтическим, радиотерапевтическим или комбинированным, предполагающим комбинацию предоставленных методов. Обычно лечение планируется в зависимости от стадии заболевания, в зависимости от возраста животного, его физического состояния и общей конституции, а также применение во внимание общую запущенность процесса. Доктор может вырезать как саму опухоль, так и всю пораженную область, включая мышцы брюшной стенки, молочные железы полностью. Как правило, в большинстве случаев приходится делать непростую полостную операцию, так как требуется убрать еще и яичники во избежание серьезных проблем на гормональной почве. Профиологической мерой, существенно снижающей возникновение рака молочной железы и у собак, и у кошек, является стерилизация в пределах первых двух течек, первые два года жизни животного. Владельцам важно понять, что ранняя диагностика и своевременное удаление опухолей и молочных желез, даже доброкачественного типа, предупреждает развитие онкологических процессов и продлевает жизнь вашему животному. Если у вас возникли какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы на них обязательно ответим. Помните, что профилактика лучше, чем лечение. Редактор субтитров А.Семкин